this is my kingdom come meme. Побеждаем ли мы? Ооо, вот это интересно. Вот это интересно. Вот это интересно. Тут как бы, тут сразу станет понятно, человек дружит с реальностью или нет. Россия сейчас выигрывает в конфликте с Украиной? Побеждает? Ну скорее да. А в чем проявляется это? Не дружит. В том, что мы наступаем, а другие отступают. А в чем проявляется это? Это вы не понимаете, это отрицательное завоевание называется. Это когда то, что ты завоевал, у тебя отнимает это отрицательное завоевание. То есть лучше мы подготовлены в военном плане. Да, лучше подготовлены. Мотивация выше. Скорее да, потому что есть объективные критерии. А какие? Не понял. Подожди. Не понял. Не понял. Не понял. Так, ты это. Ты это самое. Давай там не это. Не понял. Скика. На, держи. Ой, слишком много получилось. Не, я ему не могу дать пермач, потому что у него тогда, скорее всего, и тот аккаунт будет помечен. Типа как обходящий бан. Но ты смотри, собака, ты все, ты это, все, ты в отпуске. Тебя еще заставлять, что ли, надо в отпуск уходить или что? Я не понял. Засранец. Это уже не почетный. Это уже позорный. Ты опозорил свой почетный бан немножко. Подожди, подожди, подожди еще раз. Вот это вот мне больше всего интересно. Человеку, у которого есть объективные критерии. Мотивация выше. Скорее, да, потому что есть объективные критерии. Подожди, и что он сказал? У нас мотивация выше. Это интересно, в такие моменты они сами себе врут. Скорее всего, да, наверное, все-таки сами себе врут. Ну, то есть они реально в это верят. Сами себе врут. Они живут в мире иллюзий. И реально в это все верят. Или же все-таки они как бы на камеру это говорят и сами в это не верят. Скорее, да, потому что есть объективные критерии. А какие? Военная мощь. Ну, вот сейчас украинцы помогают западные страны, там поставляют танки. Так, блин, тут надо, чтобы в таких видосах, как кто хочет стать миллионером, появлялась вот эта вот плашка с вариантами ответов. Что он ответит? Типа, да там вообще все, что им поставляют, оно из картона. Там, типа, что еще? Это вообще все на самом деле вранье. Ничего им не поставляют. Там еще какой-нибудь вариант С, вариант Д. Ну, это логистически тяжело сделать, поскольку слишком много стран одновременно пытаются что-то сделать. А здесь все из одного центра. Ну, понятно. Подожди. Скорее, да, потому что есть объективные критерии. А какие? Военная мощь. То есть у нас военная мощь больше, потому что у нас все поставляется из одной страны, а Украине все поставляется из многих стран. Поэтому у нас военная мощь больше. Их больше мы выигрываем. Ой, ё-моё. Ну, вот сейчас украине помогают западные страны, там поставляют танки. Ну, это логистически тяжело сделать, поскольку слишком много стран одновременно пытаются что-то сделать. А здесь все из одного центра. Чего несет? Конечно же, все думают, что Россия победит из-за новостей. Все же верят почему-то в новостях, которые по телевизору показывают. А нас просто вводят, как бы... Ну, все хотят, чтобы наш народ думал, что мы победим, но мы вряд ли... Ну, нет, я ничего не знаю, но я не верю просто новостям. Он боится, боится просто говорить, как на самом деле думает. Единственное, что могу сказать, что мне очень обидно за молодых ребят, которые их отправляют, вот, забрали во время мобилизации. Я считаю, что они не должны были это делать, потому что молодые ребята просто сейчас погибают, там, многие погибли, там. Которые вообще еще жизни не видят. А Россия побеждает в конфликте с Украиной? Так, а конфликт-то как, так какого и нет, никакого нет. А что случилось? Леха, что случилось? Ну, не конфликт, ну, вот специальная военная операция. Ну, разумеется, побеждает. А в чем проявляют? А, так... Всё, конфликт только что появился, и мы уже в нём побеждаем. Какие факторы? Занавес. То, что давят в кур. Извиняюсь. Вот, вот в этом и есть суть поведения. Мы побеждаем, потому что мы, бля, их нахуй... Задавим, бля. Поэтому мы побеждаем. Задавим, что и с нашей стороны, и с их стороны огромные потери. Там уже десятки тысяч человек. Вот разве это не показатель, что как бы не всё так хорошо идёт? Так, это война. Хоть она и называется по-другому, но это война. Дружище даже не понял, что ему теперь грозит 7 лет тюрьмы в стране, где он живёт. Он даже этого не понял. Увы и ах. Как бы на него буквально могут написать кляузу, и всё, и отправляется дяденька на 7 лет сушить сухари. Интересно, он там также будет, типа, таким же патриотом? Турбо-патриотом останется, или как? Я офицер. Знаю, что такое война. Поэтому погибший есть. Но, может быть, не десятки тысяч, это пропаганда. Наши всё-таки умеют воевать. А, подожди, он говорит, что десятки тысяч, это пропаганда, типа, меньше погибло. Ой. Мне нравится, кстати, вот этот вот, то, что, типа, я офицер в запасе. Просто, вот как раз видно, какие у нас вообще офицеры-то. Вот как раз-таки стало видно. То есть, если раньше ещё работал вот этот вот пропагандистский миф о том, что там, типа, всех задавим, всех перебьём, там, самая сильная армия, то теперь, а таком наоборот, молчать надо. Что-то там офицер, где-то в русской армии. Это вообще не показатель качества никакой. Это скорее наоборот. Вот разве это не показатель, что как бы не всё погибшие есть? Ну, может быть, не десятки тысяч, это пропаганда. Наши всё-таки умеют воевать. У нас даже 10 тысяч человек не убили. У нас изначально, к началу войны, у нас было 150 тысяч человек. Даже 10 тысяч не убили, поэтому нам пришлось ещё мобилизовать 300 тысяч. Блядь, человеку 73 года, ну я не знаю, это... Потом эти люди говорят, типа, да я старше, я лучше знаю, мне виднее, я мудрее. А оказывается, что что-то нет. Что-то где вот эти вот 73 года опыта, ума, куда они пропали, чем эти... Вот сейчас есть разные карты, как менялась ситуация с 24 февраля. Да. И у нас вот сейчас меньше, чем было за первые там несколько недель. Ну, согласно официальным, официальным картам у нас забор в территории сейчас даже. А, то есть это дезинформация сейчас? Чтобы сказать наверняка, надо быть в курсе событий полностью. А не вы, не я не являйтесь в курсе событий. О, это, это тоже, это те самые, которые у всех, все неоднозначно. Мы ничего не знаем, вот как, вот как это звучит. Мы ничего, ни ты, ни я не знаем, потому что я ничего не знаю. Поэтому я тебе не поверю, что ты что-то знаешь. Территорий, правда, меньше, но это же не так важно. Важно скорее... Ну, хотя вот я слышал, вроде сейчас хотят захватить ещё часть территории, чтобы выйти на какие-то уверенные переговорные позиции, что-то такое. Ну, в общем, речь идёт уже не о капитуляции Украины, если про это. Речь идёт, ну, о том, чтобы хотя бы с поднятой головой выйти. Чтобы авторитет сохранить. С поднятой головой уже выйти не получится. Ну да, уже началось вот это, знаешь, ну Россия же не может проиграть. А начиналось то, что ну покажемся, вот так вот. А вот какие вот ты видишь, у нас же меняются постоянно цели, разные озвучиваются. Вот какая у нас сейчас основная цель-то, чтобы вот как завершить-то это? Ну, я так понял, освободить братские вот эти регионы. Ну, то есть сначала мы хотели всю Украину геноцифицировать, а сейчас уже чисто... А уже и похер. Как бы нацисты это очень плохо и всех надо уничтожить. Но как бы хер с ними. Типа сначала как бы было не похер на тех нацистов, которые там. А сейчас что-то как-то, ну, да и... Да и ладно, пускай они там, мы свои территории обезопасим, а там они пускай будут. Поможем там Донбассу. В общем, сузили план пунч. А вот как считаете, сейчас вот в конфликте с Украиной Россия побеждают? Думаю, не очень. А в чем это проявляется? Почему не очень? Стоит линия фронта. Есть мнение, я вот спрашиваю у людей, мне говорят, что это наоборот хорошо, что мы удерживаем позиции. Я не военный эксперт, извиняюсь. Ну, то есть вы считаете, что это не очень хорошо для нашей страны и в целом армии? Ну, я не знаю точно для страны, армии и в целом, но если спросить, кто сейчас побеждает, я не могу сказать. Я, если честно, не особо за этим слежу. Ну, вот просто по новости же читаете, наверное, какие-то что-то видите. Вот какое ощущение складывается? Вот скорее да или скорее нет? Что должно произойти, чтобы они начали следить? Вот, Серега, 19 лет. Что должно произойти, чтобы люди начали следить? Я просто думал, что, ну, когда война начинается, это все. За этим должен следить каждый человек, который живет в стране, который участвует в войне. Оказывается, нет. Реальность показала, что что-то еще должно произойти. Это, вот, наверное, для таких людей они начнут следить только когда на их конкретно дом. Мне даже кажется, если... А, ну, вообще буквально так и есть, да, в соседние города прилетают ракеты. В их уже стране. Они не следят. Даже если там, я не знаю, прям самый ближайший поселок к ним прилетит ракета, они все еще, наверное, не будут следить. Но вот если у них на улице приземлится ракета, вот тогда они начнут следить. Хотя, кто знает, может быть и тогда они будут. Не знаю, я в театре здесь, поэтому мне... Я только пара театра новостей считаю. А как ты сам относишься? Ну, как... негативно отношусь, конечно. Почему? Ну, не хочется, чтобы люди умирали. Я вообще людей люблю. А как вот вы считаете, вот были в начале новости, что могли за несколько дней захватить, вот, Украину? Как считаете, был план такой не сразу вот так растягивать? Или все-таки так по ней? Знаете, как сказал мой на военной кафедре товарищ майор, если бы у моей бабушки было бы кое-что, у меня было бы два дедушки. Чего сейчас? История недель посылокательных выполнений. Ну, а вы как считаете, был план такой растянуть? Или все-таки что-то не так пошло? Я не знаю, я не военный, я не разбираюсь. Вначале все, конечно же, пошло не так, потому что очень малую группу сразу же ввели без всякой тактики. Вот, поэтому, конечно же, мы слились немножко с вами, да? Все, пацаны, добавьте вы теперь. Все, я свою отторбанил, вашу очередь, пацаны. Перекидываю вам. Не пошли, пока не попали. Блин, ну серьезно, что это за... реально, это же... ну, это дети. Ну, зачем подходить к детям такое, спрашивать? Ну, я считаю, что это не показатель. Еще есть время. Угу. У тебя сейчас спрашиваю у людей, мне некоторые говорят, что если бы там западные страны не помогали Украине, все бы давно закончилось, типа, очень быстро. Вот вы согласны с этим? Ну, это, конечно же, шло бы быстрее, но не в том смысле. Что самое интересное, он... вот этот пацан разговаривает более складно и говорит более приближенные к реальности вещи, чем те вот самые эксперты. Вот этот вот, даже чем тот 73-летний Алексей там, который какой-то вроде офицер в запасе или что он там сказал. Вот этот пацан больше говорит того, что действительно происходит, чем он. Вот что самое забавное. У нас сначала говорили, да, что за несколько дней можно закончить ее, да, все завершить. Ну, были просчеты, ошибки, я так понимаю. Где-то наверху сидят ребята, которые мыслят немножко неправильно. Подожди. То есть некомпетентный? Так что и получается? Он, долбоеб, поговорка правильно звучит. Если бы у бабушки была борода, она была бы дедушкой. У таких людей почему-то все очень часто сводится к теме анусов, пенисов, ебли. Это то, что, я не знаю, там, антропологи будут изучать, мне кажется, в будущем. Вот почему-то так, я не знаю, какая-то мистика. Так, а погоди, что он там? Ну, получается, только что сказал, что сидят некомпетентные наверху. Как это вот укладывается у него в голове? Так раз они некомпетентные, может быть лучше, чтобы были компетентные? Как так вообще? Ну, почему вопрос у него возникает? Почему некомпетентные-то сидят там, где лежат компетентные люди? Как так-то получается? Почему? Почему не смещают их? Почему там не... Почему? Да, мне кажется, в любом случае все идет не по плану, с самого начала. Я не знаю, я вообще в это не вникала, я категорически не поддерживаю происходящее и да, не могу ничего больше другого сказать. Все видим, что против нас было задумано очень много чего. Просто мы вначале не знали, может, если все люди были разные, а сейчас мы понимаем... Интересно, а весь мир знает, что они против русских? Вот это вот мне интересно. Если там разбудить Джона какого-нибудь из Массачусетса и спросить его, а вы знали, что вы против россиян вообще и против всех русских? Он знал об этом? Или там, я не знаю, кого-нибудь там во Франции разбудить... А вы знали, что вы против русских? Они-то знали о том, что они все против русских или нет? Вскрываются документы, мы понимаем, что, наверное, высшее руководство об этом было в курсе, и поэтому решения были такие. Сейчас все в этом убеждаются и... Че, подожди, чего? Очень много чего... Просто мы вначале не знали, может быть, реакция людей была разная, а сейчас мы понимаем, что скрываются документы, мы понимаем, что... Мы не знали, что все против нас. Но сейчас скрываются документы, которые подтверждают, что все были против нас. И это подтверждает, что мы были правы. Он буквально как бы противоречит сам себе из прошлого в предложение в следующее. Вышли руководство, об этом было в курсе, и поэтому решения были такие. Мы не знали, но руководство было в курсе, поэтому мы допустили эти ошибки. Мы не знали, но руководство знало, поэтому оно пошло на эти ошибки. По секретным документам. Ты в этом убеждается? А в чем именно? Вот что вы имеете в виду скрывалось? Что понятнее было? Ну... Ну, секретные документы. Они на то и секретные, что никто про них не знает ничего. Они секретные. Шаришь? Смекаешь, сынок? Ты просто еще маленький слишком, ты не понимаешь вообще ничего. Секретные документы, там вот эти вот дяденьки сверху. Ты что думаешь, нам что-то понятно там будет? Это там вот это вот секретные документы, понимаешь? Вот эти вот игры вот это. Это не для нас, мы это не поймем. До сих пор все время у нас не было какой-то уверенности в том, что планы какие. Вот. А сейчас мы понимаем, там открываются какие-то биолаборатории, химическое оружие, тоньи и это вот. Сразу бы с этого началось все, и можно было бы дальше не комментировать ничего. Тут уже все. Это вот, это диагноз. Когда вот эти биолаборатории по уничтожению славян, это диагноз. Все, там уже нету смысла разговаривать с человеком. Они не выполняются. Какие-то были подписаны, выполнялись, потом они из этого выходят. И все это направлено против нас. То есть это исторически как бы так вот сложилось, что у нас все время против нас было всегда. Все равно думаете закончится победа России. Ну это как победы, в смысле... Ой, ой, что ты заблоксовал-то? Что-то... О-оу, подожди. О-оу. Цели будут достигнуты, а посчитать это победой или нет, я не знаю. А какие цели? Ну, какие Путин декларировал, какие-то. Он даже, блядь, не знает, какие цели вообще, за что война идет, за что люди умирают. Что Путин там скажет, ну вот как там... Вот когда Путин скажет, что мы победили... Блядь, буквально, когда Путин скажет, что мы победили, мы победили. Реально, если он завтра скажет, что все, официально, объявляю победу. Мы победили. Они ж, блядь, будут ликовать. Ура, мы победили. Ё-май. Ну, он много декларировал, какие имени. Ну, денацификанцы имеете в виду, да? Ну, там, да. Ну, да, там, денацификата, вот это, она. Вот это все. Я понятия не имею, что они изначально задумывали, поэтому мне сложно говорить. Хорошо сейчас там что-то... А в целом, как считаете, возможно в ближайшем времени завершение? Я бы этого очень хотел. Ну, вот если реально оценивать, на ваш взгляд, возможно в ближайший месяц? Не знаю. Уже все вопросы были решены. Ну, кто ж знал, что эти сволочи полезут так интенсивно? Эти люди, они... Это, блять, ну реально звучит как абсурд. Это даже говорить как-то стыдно, но они... Их раздражает, что люди защищают свои земли. Они в этом видят негативную сторону. Для них это негатив. То есть, типа, блять, ребята, вы чё, охуели, что ли? Типа, вы защищаетесь? Ты чё, сука? Ты охуел? Ты чё, не даёшь там захватить себя? Они реально этим возмущены. Блять, как можно вот... Как? Вижу понятно, что если бы не америкосы, уже давно бы все проблемы были решены. Вижу понятно. Сколько они миллиардов уже туда засунули? Страшно подумать. Но даже вот с их помощью Россия побеждает, да? Конечно. Но это же Россия, ребята. Кто ж Россию победит? Никто не победит. Победит Россия. Он... Мне кажется, он напиздел, что он офицер какой-то. Потому что, мне кажется, ну, когда ты офицер, ты должен хотя бы приблизительно знать историю своей страны. Мне кажется, он максимум где-то охранником работал в пятерочке какой-то. И сказал, что он офицер какой-то. Может, у него там лежит какая-то камуфляжная форма. И вот он решил назвать себя офицером. Потому что, если человек говорит, что Россия никогда никому не проигрывала, и называть себя офицером, ну, не знаю, максимум пропагандистских войск, может быть, или диванных, или там, я не знаю, охранических, пятернических. Wizard from Fidja. Спасибо за 100 рублей. Привет, стримеры чат. Недавно моему другу пришла повестка, где было две грамматических и одна пунктационная ошибка, и плакать и смеяться. Ну, а чё, я не сильно удивлён. Томас, спасибо за это. Когда вот ты видишь, чё у таких людей в головах, уже... Им же реально, если начнут по телеку говорить, что вот земля плоская, земля плоская, земля плоская, земля плоская, земля плоская, земля плоская, по 100 раз на дню это повторять, 24 на 7 в течение месяцев трёх, они реально начнут в это верить. То есть, без шуток, это не преувеличение, это не ирония, это не издёвка, они реально в это начнут верить. Томас, спасибо за 100 рублей. И это страшно! Это... Спасибо за твоё адекватность во время происходящего, спасибо, что говоришь те вещи, которые многие не понимают или не говорят, и боже, ахахах, что они говорят. Спасибо за 100 рублей. Томас, консилдев, спасибо за 13-й. Карапет, спасибо за 13-й. Так что, смотрите, вот если мы побеждаем, то есть военно-мощи, мы сильнее, почему мы не можем закончить, не можем уже, ну, победить в конфликте? Вот что, Миша? Так, сейчас будут манёвры. Сейчас начнутся манёвры, сейчас начнутся пилотаж просто экспертного уровня. Наблюдаем. Виза от Фиджи, спасибо за 100 рублей. При себе иметь копию паспорта, копию свидетельства о рождении, а также иные документы. Ну вот, поимей, иные документы. Так, манёвры. Наблюдаем. Потому что мы не считаем Украину врагом. Мы считаем врагом, это тот режим. И поэтому, когда они прикрываются, наши не стреляют. Если бы было вопрос закрыть, просто уничтожить всё, то это так бы делалось. Мы настолько вообще дружелюбные по отношению к Украине... Ну мы обожаем все украинцев, всей страной. Мы настолько их любим, что мы лишаем их света, лишаем их тепла зимой. Обстреливаем рядом с АЭС. Обстрелы производим. Ну мы настолько просто людям, любим украинцев. Ну так, Россия, вот добрая душа. Всегда так, я всегда русский человек так. Вы помните, да, там есть... И вообще, вообще, у нас ракеты иногда... Может быть, вам может показаться... Вы там где-нибудь в интернете, наверное, видели какие-нибудь ролики. Вам может показаться, что ракета какая-то прилетала в жилой дом. А вы вообще-то документы секретные поднимали? М? Вы знали, что в тот этаж, куда ракета прилетела, там вообще-то находился террорист-смертник, который собирался через час... По секретным документам. Через час собирался взорвать весь этот подъезд. Вы хоть знали об этом? Вот так вот. А мы свои ракеты всех спасли. И реально же. Ну типа реально, если вот это начать говорить по телеку, они вот... Они буквально в это верят. Буквально в это верят. Памятник, когда советский солдат немецкую девочку спасали. Памятник, когда советский солдат немецкую девочку спасали. Что? Ну, уничтожить все. То это так бы делалось. Это было всегда так. И всегда русский человек так. Блядь, он же сам, сука, ну вот он прям сам показывает, что плевать он хотел на этих украинцев, потому что он допускает в своих же словах тут же, допускает, что... А вообще-то, если бы мы захотели, мы бы их нахуй с земли стерли. Он это допускает буквально. Он сам это говорит. Вы помните, да, там есть памятник, когда... Настолько, блядь, он любит... Тебе, блядь. ...солдат немецкую девочку спасали. Да, в итоге он погибает, а она остается жить, а он ее спасает. То есть у нас нет враждения к народу, а есть крижи, к отдельным мальчикам. И поэтому экономя или сберегая личный состав, сберегая вот это население, действует такое. Ну вот на ваш взгляд, вот в конце, вот вы видите возможность завершения ее в ближайший там месяц, может, ну... В ближайший месяц. Пока последний патрон не закончится. Так это можно воевать всю... Веситься все столетие. Пока людей-то много. Пока власть не захочет, не закончится. Власть российская вы имеете в виду? Все. Все власть. Все виноваты. Подумайте, в скором времени или вот на... По вашему мнению, насколько это может еще растянуться или так? Это абсолютно непредсказуемо. Даже вот когда кажется, что человек вот что-то там проблескивает, вот даже кажется, когда там где-то есть свет в конце тоннеля, даже там все равно где-то на стене будет черкаш. Абсолютно. Это только знают... Скажи, какой вопрос был? Думайте, в скором времени или вот на... По вашему мнению, насколько это может еще растянуться или так? Это абсолютно непредсказуемо. Абсолютно. Это только знают наши военные руководители. Ну вот как считать, Россия заинтересована в скорейшем завершении? Или все-таки нам можно растягивать? Да, зачем растягивать? Надо быстрее контру это все уничтожить. Бандеру. Но только на территориях, которые как бы мы присоединили. Там надо уничтожить нацистов, фашистов, всех вообще... Всех уничтожат вот этих вот... Всех плохих надо уничтожить. А там где типа за нашими границами... Пускай, пускай живут. Бандеру, вы имеете в виду каково? Зеленского? Ну... Не то что Зеленский там... Да там же хватает! Мы же все это знаем прекрасно. Ну, до конца лета точно. Ну, не пойдет же сейчас никто в вода. А закончиться должно или ну... Ну, в общем, чем тогда закончиться должно? Сейчас весна начнется, вроде весну не очень выведет. Не знаю. Ну, там оттепель, да? Ну, да-да. Дороги и окей. Мне кажется, у нас армия слабая, хотя все говорят, что она сильная. Нет, Армин просто не отпускает настоящую. А отпускает обычных людей на Украину. Раньше, ну, просто как сейчас, не знаю, раньше просто таких ребят, которые вообще еще зеленые, можно сказать, их просто отправляли так, чтобы понять, что вообще там происходит. Всем было все равно, умрут они или нет. Ну, мне кажется, нас точно не пасали? Да, все, все ок. Скажите еще просто, как вас зовут? Да нет, кстати, нихуя не ок. Уже есть прецеденты. Когда вот таких вот ребят, которых вот так вот опрашивали на улицах, на них там что-то заводили или административку или что-то было точно. Так что не ок, эти ребята подвергают опасности их. Ну, какие вот дела. Такие пироги. Все ок, кстати, скажите, как вас зовут? Да. Самое страшное, это что в начале казалось, что ну там спустя год-то люди начнут, даже самые вот эти глубинные, даже они начнут понимать. Они начинают, но слишком медленно. Вот это самое страшное, что даже прямо реально готовы в свою вот эту ложь верить до последнего. Вот это самое страшное.